день добрый рада вас приветствовать на своем канале обо всем понемногу или немного обо всем и девчонки я продолжаю вышивать броши вот такого формата это брошь череп она достаточно популярна на просторах интернета я думаю все ее видели все ее знают и у меня уже есть один мастер-класс на моем канале по вышивке броши череп череп в цилиндре и ссылочку на этот мастер-класс я оставлю под этим видео так что если кому интересно кто-то заинтересовался проходите по ссылочке и смотрите мастер-класс и так я продолжаю дальше немножечко материалах девочки я буду вышивать вот на таком сером фетре этот фетр достаточно тонкий 1 миллиметр и он не очень жесткий я там бы сказала что он полу жесткий поэтому заранее его подготовила я проклеила его дублерином в два слоя тем самым вплотнив свой фетр девчонки и почему я еще и взяла тонкий фетр потому что край броши я хочу обработать жесткой канителю и я поняла одно золотое правило как раньше говорила что чем тоньше фетр тем обработка края броши канителю смотрится красивее и аккуратней на толстом фетре обработка края броши канителю смотрится не аккуратно и так продолжаю дальше я нарисовала от руки шаблон черепа в тех размеров которых бы хотела видеть свою брошь перевела на фетр с помощью обычного простого карандаша и сразу же глазницы на впадину глаз и впадины носа впадины челюсти я закрасила черными смывающим маркером это для того чтобы подчеркнуть глубину цвета потому что точно знаю что эти места на моей броши буду черного цвета и чтобы фетр не просвечивал сквозь там через вышивку либо это будут у меня бисер либо стразы я сразу все подготовила то есть прокрасила черным цветом контур своей броши я буду как всегда обрабатывать канителю мне нравится обрабатывать контур броши канителю вообще с канителю мне очень нравится работать так девчонки иду дальше контур броши я свои уже обшила вот этой черной канителю теперь на брошки я сделаю метку проведу линию это у меня будет граница где пришиты будут цветочки я думаю вы поняли о чем я сейчас говорю этот череп у меня будет с цветочками и сейчас я для удобства обозначу себе границу вот это место которое я закрашу здесь у меня будут пришиты цветы цветы я буду пришивать делать из пайеток и бисера и конусов вторая половина черепом у меня будет вышита бисером чешского производства 10 размера в двух цветах это у меня бисер будет белого цвета перламутрового сейчас покажу девчонки он достаточно симпатичный вот такой и второй цвет у меня будет бисер серого цвета тоже 10 размера это же перламутровый единственное что бисер серого цвета у меня будет темный конечно бы лучше было бы если пор был на два тона светлее но такого цвета бисера я не нашла в своих магазинах поэтому вот буду вышивать таким бисером но девчонки так он достаточно тоже симпатичный его вышивки будет немного я им буду просто оттенять белый бисер все-таки чтобы моя брошь не смотрелась плоской я буду девчонки пришивать вот здесь вот по краю брошки сейчас покажу карандашиком здесь под глазницами под впадины носа около челюсти то есть совсем немножко чтобы брошь моя все-таки не выглядела плоской бисер буду пришивать девчонки в хаотичном порядке показывать это не буду это достаточно просто сейчас все пришью и обратно к вам вернусь вот в итоге что у меня получилось бисером 10 размера чешским я вышила половину свои брошь посмотреть как симпатично смотрится и вот это сочетание бисера белого и серого все-таки придают какой-то объем нашей броши и брошь не смотрится грустной и скучной то есть вот на данном этапе девочки я довольна что я хочу сейчас вам рассказать я на планшете разложила тот материал с которым я буду работать сейчас быстро пройдусь по материалам это у меня бисер чешской десятого размера розовый это рубка салатовая у меня это бисер чешский 8 размера салатовый это бисер японский у меня 11 12 до девчонки какого он у меня размера сейчас посмотрю до 11 размер зеленого цвета это бисер чешский 10 размера у меня это бисер у меня японский круглый тоха вот это единственный маленький бисер 15 размера дальше девчонки у меня здесь идет набор это рондели они мне крупные они все рондели 4 миллиметра это микс для вышивки девочки цветов и вот это у меня это у меня пайетки с алиэкспресс форме цветочков я вам показывала 5 миллиметров пайет очки и пайет очки 3 миллиметра девчонки достаточно симпатичные пайет очки дальше у меня вот такая акриловая бусинка девочки я и буду пришивать в глазницу и немножко сделаю вкрапление вот такого бисера это бисер японский 15 размера с прозрачной серединкой черный с прозрачной серединкой дальше дальше у меня девочки уже разложены пайетки в том порядке в каком я их буду одевать на иглу то есть я всегда когда делаю цветочки с пайеток я сразу себе их выкладываю чтобы потом не путаться и не не раздвигать пайет очки не смотреть что зачем идет и девчонки вот еще такая вещь это колечко можно вместо колечко использовать канитель но я сейчас в процессе вам постараюсь объяснить для чего это и вообще девчонки я сделаю акцент акцент на определенных цветочков которые буду вышивать с помощью пайеток я очень долго пыталась научиться вышивать девочки эти цветы ни одного мастер-класса бесплатного по вышивке именно таких цветов я не нашла но нашли видела эти цветы в вышивках других мастеров в брошах и когда обращалась к мастерам с просьбе рассказать показать как вышивают эти эти цветы мне мастера предлагали купить мастер-класс у них мастер-классы я не стала покупать потому что очень много знаю сама ради вот этих одного там 2 цветочков научиться делать и платить за это от 3 до 5 тысяч я не готова поэтому долго экспериментировала пробовала и научилась делать их сама возможно возможно девочки я их делаю неправильно возможно но то так как делаю их я меня устраивает и в принципе принципе я добилась того чего хотела и так много конечно предисловия но хотела девочки вам донести эту формацию чтобы все таки вы поняли теперь девочки я буду их делать что нам нужно именно для этих цветочков у этих цветочков девочки паеточки листики лист лепесточки стоят вот так вот к верху сейчас поймете это не те цветочки которые я делала мастер-классе по вышивке броши цветочек мышка цветочек у меня до мышцы цветочки есть такая брошь там совершенно другие цветочки здесь девочки будут другие что нам надо для этих цветочков нам нужно какое-то ограничение чтобы паеточки стояли вот в этом вот в этом черепе вот в этой броши у меня есть одно такое ограничение я буду делать первый цветочек в глазнице и вот это девочки конетель которая пришита по кругу у меня и будет ограничением я надеюсь вы сейчас пойдете поймете и вот я вам показываю я взяла колечко решила девочки сразу с колечко пришила его можно вместо колечко использовать конетель вот здесь у меня есть конетель но у кого нет конетели можно использовать колечко у кого нет колечко у кого нет конетели можно по кругу девчонки просто пришить бисер это вот как раз для того чтобы наши пайетки не ложились на фетр они чтобы стояли и если мы пришьем бисер бисер как наденем бисер на иглу и сделаем вместе с лепесточком такого эффекта тоже не будет здесь нужен вот именно такой эффект дальше девочки я себе на планшете уже как и говорила разложила так пайетки в таком порядке в каком я их буду пришивать начинаем смотрим я выхожу иглой середины и начинаю одевать вот эти пайетки которые себе здесь положила так вот девочка у меня тут лежит пример я с этого примера еду пятнашку пайетку потом опять пятнашку пайетку так опять пятнашку и опять пайетку до девочки и вот сейчас сам смысл я вхожу вот здесь у своего колечка все конечно тут надо все поправлять пальчиком и видите как встает дальше я покажу что будет дальше опять вхожу девчонки из серединке я опять набираю пятнашку пайетку 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 девочки и вхожу рядышком с колечком это конечно надо все поправлять пальчиками пальчиками пайетки посмотрите они девочки встают дальше я иду опять одеваю пятнашку пайетку пайетку пятнашку пайетку так пятнашку пайетку надела смотрите а серединке то я не вышла вот тороплюсь девчонки простите убрала все опять выхожу в серединку и делаю этот набор пятнашку пайетку пятнашку пайетку нет внимательность конечно нужно пятнашку пайетку все и опять я схожу рядом с канитель не с канителью с этим колечком вот это колечко но все-таки девчонки приподнимают наши пайетки они не плоские дальше опять я иду пятнашку пайетку 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 опять не вышло из серединки да что такое девчонки убрала все опять выхожу на на лицевую сторону смотрите набираю все из внутренней стороны прям ты вот хочется как-то донести информацию и не знаешь прям как сказать чтобы было понятно итак девочки я выхожу с границы своего колечка вот смотрите они у меня встают эти пайетки опять час вот точно я выхожу из середины вот и набираю последний набор пятнашка пайетка так до пятнашка пайетка пятнашка пайетка и девочки это у меня пятый лепесточек вхожу тут уже плохо видно посмотрите сейчас камеру сфокусирую вот видно на все равно это но у меня под колечко хожу все подтягиваю вот здесь конечно надо будет поработать пальчиками чтобы бусинки и бисеринки и пайетки все встали вот так вот и теперь мне надо сделать серединочку конечно тут надо все поправлять вот так вот сейчас я буду ставить серединочку выхожу девчонки из серединочки вышло вот у меня бусина для сердцевинки цветочка это у меня не берется но почему-то вот всего то у меня рондоль 4 миллиметра и вот сюда в серединочку сейчас не самое главное туда углубить между пайетками сейчас здесь конечно такая работа можно было сразу сделать серединку но я так не делаю все девочки теперь я пайетки еще раз приподниму и вот такой цветочек получается вот смотрите сейчас все подтяну вот девочки пайетки у меня видите они у меня не лежат не лежат они у меня как бы стоят кверху то есть цветочек не плоский нет у меня вам показать других цветочков нет у меня этой броши мышка чтобы вам показать но девчонки совершенно разные цветы серьезно попробуйте посмотрите а потом я еще девочки вот здесь в этом месте буду пришивать сразу же сейчас покажу микс из разных бусин это вот допустим да я сюда пришью но красными нитками ладно зеленый рондель через стопорную пятнашку то есть я буду здесь забивать микс и этот цветочек у меня еще раз потому что буду делать очень плотно поднимутся лепесточки все девочки сейчас покажу на этом я уже не буду показывать с озвучкой посмотрите так вот без озвучки я надеюсь все будет понятно и и вот девчонки посмотреть видите вот такой симпатичный цветочек получается набор пайеток у вас может быть разный и видите как вам сказать вот лепесточки все девчонки стоят вот они правда но вот это я так научилась делать возможно я еще раз говорю что я делаю неправильно я хочу вам показать сбоку еще раз час фокусирую камеру видите наши бусинки наши бисеринки вот лежат как раз на канители здесь они у меня лежат на колечке тем самым приподнимая лепесточки вот этого цветочка вот сейчас я еще буду пришивать миксы и у меня вообще цветочек станет девчонки дальше и объяснять ничего не буду потому что это уже идет такой творческий процесс здесь нету никаких правил здесь полный хаос и полный полет вашей фантазии я вот это все место буду забивать вот этим материалом то есть я буду делать девочки сейчас покажу самые обычные даже столбики вот веточки из зеленого бисера то есть все все достаточно просто это сейчас покажу что я буду делать набираю 3 бисеринки делаю одну стопорную обратно вхожу просто вот такие веточки все полный хаос также девчонки я черным матовым бисером ты его достала заполню нос и заполню челюсть а нет я не будут нет я не буду делать здесь зубы я заполню все черным бисером и тонкой все будет на ускоренном кадре все я думаю достаточно понятно но если вдруг кому-то непонятно пишите мне в комментариях и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот, посмотрите, что у меня получилось. Вышивку брошей я уже полностью закончила. Вот такие у меня цветочки получились. Достаточно замечательно. Маленькие цветочки из пайеток. Я, девочки, все пришивала в хаотичном порядке. Смотрела, чтобы просто как-то по цвету все гармонировало. По бусинам. Вот беконус у меня тут. Ой, простите, рондули 4-х миллиметровые пришиты. И также дополнительно сделала вот сюда два цветочка и сюда цветочек. Это цветочки из пайеток, из набора с Олегс Крыс. Я просто пришила их на белый бисер сверху. Также вот эту падину челюсти я пришила бисер матовый чешский 11-го размера. Также вышила в падину носа этим чешским бисером матовым. И вот буквально две бисеринки добавила. Тоха 15-го размера. Вот этого, девчонки, черного. Глазницу, как я хотела обшить изначально, тоже этим бисером я не стала. Потому что вот эта акриловая бусина полностью туда вошла и хорошо смотрится. Все, девчонки, вышивку на этом этапе я полностью завершила. Теперь я буду делать, то есть собирать брошь. Хорошо все аккуратненько вырежу по контуру. Дальше уплотную брошь обязательно картоном. Картон возьму жесткий, потому что брошь у меня здесь немножко выгнута. Это от того, что я так, как бы сказать, густо пришивала бисеринки. И задник брошью я буду оформлять вот из такой клеенка. Это все-таки клеенка. Хотя пишет, что это искусственная эко-кожа. Хотя вот она имеет тканевую основу. Ну, достаточно симпатичная. Хотя такая жесткая, работать с ней трудновато. Но буду, девчонки, применять ее, потому что брошь смотрится красиво. Также буду использовать застежку. Вот, и единственное, что картон возьму жесткий. Как оформлять задник, я думаю, показывать не буду, потому что все это знают. Здесь ничего сложного нет. Единственное, что я еще подумаю, как я буду оформлять край броши. Буду я все-таки оформлять канителью. Или, возможно, возьму мелкий бисер туха. 15-го размера, чтобы как-то украсить. Не знаю, девчонки, посмотрю. Сейчас соберу брошь и вернусь. Посмотрите, что у меня получилось. Честно, я очень довольна работой. Такого плана броши мне понравилось сделать. И здесь у меня однозначное да. Нет такого, не знаю, может быть. Либо нет. Нет, девчонки, однозначно да. Броши мне такого плана понравились. И я дальше буду их делать. Край броши я обработала бисером туха 15-го размера. Не стала я делать канителью, потому что предыдущая брошь у меня череп в цилиндре обработан канителью. Я решила немножко здесь разнообразить. И еще не хотела, девочки, вводить дополнительный цвет. Либо золотую, либо серебряную канитель. Черный, посчитала, будет уже перебор. Вот такой симпатичный задник у меня получился. Этот задник мне очень понравился. Вот такой блестящий. Единственное, что сложно работать с этой эко-кожей. Она достаточно твердая. Но опять она придает еще и твердости броши. То есть два в одну. Ну, работать немножко подольше процесс. Ну, вон того стоил. Работала я мононитю, посмотрите. И еще раз хочу сказать, мне эта брошь нравится. Понравилась. Мне понравилась цветовая гамма. Мне понравились вот эти цветочки. И я также считаю, что брошь у меня, вот этот череп, не смотрится страшным. Он смотрится достаточно таким симпатичным. И меня, девчонки, честно говоря, все устраивает. Вот эти пайетки маленькие, цветочки, мне тоже здесь нравится. Что я вот их сюда сделала. В общем, полностью брошь мне понравилась. Еще что хочу сказать, девочки. Я сняла небольшой отдельный мастер-класс по изготовлению цветочков из пайеток. Два варианта у меня там будет цветочков. Все-таки решила снять и показать четко, как это делается. И ссылку на этот мастер-класс я оставлю внизу под этим видео. Так что, кто не понял в самом видео, в этом мастер-классе, пройдите по ссылке. Я там постараюсь популярно все объяснить и донести. Ну, а так, девчонки, все. Еще раз скажу брошью. Я довольна. Брошь мне очень понравилась. Ну, а вам желаю творческих успехов. Здоровья в наше нелегкое время. Вам. Здоровья вашим близким. Здоровья вашим знакомым. В общем, всем-всем, кто смотрит меня, я желаю здоровья. А также прошу вас, подписывайтесь на мой канал. У меня будет для вас еще много интересного. Мне есть, что вам показать, чем вас удивить. И мне приятно заниматься тем, чем я сейчас занимаю. Также жду ваши лайки, либо дизлайки на это видео. Оставляйте комментарии. Ну, все, девочки, пока-пока. Жду вас еще раз в себя в гостях. До встречи на моем канале. . Продолжение следует...